Здравствуйте! Вот какое дело у нас сегодня. Там сегодня в гости пришел доцент, кандидат технических наук Юрий Степанович Рыбников. И он, значит, делает такое заявление, которое будет сегодня отстаивать. И заявление, честно говоря, меня задевает за живое, так сказать, за карман, в котором у меня деньги. Наука и образование – это способ постоянно действующего зомбирования землян, утверждает Юрий Степанович. – Для меня это очень даже неприятно в смысле финансовом, потому что я преподаватель. Я вот этим занимаюсь всеми, тут арабы заправляю про синус 30 градусов, про всякие там законы Ньютона. А тут, мне говорят, это способ зомбирования землян. Это очень даже сильно бросает, так сказать, ну, нехороший свет на мою деятельность, да? – Ну, не только на вашу, потому что я сам 7 лет преподавал в МИРА. – Так. – Я читал, работал на кафедре технологии, вот, и там я как раз студентам показывал. Согласно договору с ректором, я читал лекции, которые положено, а на практике я показывал, что все эти законы и Ньютона, и Эйнштейна, и законы, которые использовал Максвелл, они все неработоспособны в природе. Это очень важно. – Ну, как ты неработоспособны? – Ну, я их покажу. – Вот из уравнения Максвелла вывели, например, существование электромагнитных волн. Они таки, да, существуют. И вот, если нас вот сейчас смотрят на расстояние, так они вот по электромагнитным волнам к ним. – Нет. Наши звуки, наших голосов и изображения дошли, а как? Нет? – Нет, немножко не так. – Никак. – Ну, для начала, чтобы было понятно, мы дадим определение волне. – Давайте дадим. – Волна – это оптимальная форма распространения, сохранения электрического заряда. И она имеет форму сферы. В понятии у каждого школьника и у каждого человека волна – это что-то такое. Такого нет в природе. – Нет, ну, не всякая волна имеет форму сферы. Есть плоская волна. – Нет. Плоская – это только теоретизированная волна. А практическая – только в виде шара. – У радиолокатора у него такой диаграмм направленный. – Это эксперимент. – Ну, какие же там шары? Диаграмм направленный. – Направленный. – Боковые лепестки. – Это лепестки – это конструкция. Это не волна. Это конструкция вашей антенны. – Нет, это конструкция как раз излучаемого поля. – Нет. – Поле? – Она не обязательно даже сферическая, тем более шаровая. – Обязательно. И исключительно сферическая. Так же, как и свет. Свет тоже всегда сферический. И никуда он не бежит. И скоро свет его равнонолил. – А кому все-таки это нужно-то? Это что, просто вот… Ну, может быть, вы констатируете, в общем, понятный нам факт о том, что наука – это, в общем-то говоря, вид деятельности людей. И одно дело наука, как мы представляем себе мир, да? Ну, так же, как вот искусство. Это отражение действительности, говорят. Да, отражение. Естественно, зеркало, оно неправильное, не идеальное. Иначе это было бы не искусство, это было бы скучно. Как и наука. Ну, вот что такое волновая функция в квантовой механике? Ну, это, в общем, наше изобретение. Ну, что-то ведь описывает, что-то ведь предсказывает, ведь правда ведь. Когда мы говорим что-то, я с этим соглашаюсь. Но только не то, что в природе. Вот это главное. Ну, то, что мы от природы получаем, то мы это видим? Ну, все. Давайте мы начнем… Предсказали период полураспада. Давайте мы начнем попроще. Ну, давайте попроще. Да, вот первое, что я сделал, мне удалось объединить так называемую счет, физику, химию в единую систему знаний. Так. Все остальное из них проистекает. У нас взаимодействие электрического поля Вселенной подменили на различные другие понятия, как физика и химия. В природе все взаимодействия носят электрический характер. Никакой химии, никакой физики нет. Ну, не совсем, чтобы все. Внутри ядра атомного там взаимодействия не электрической природы. Ядра нет. Не было. И никогда не будет. Это экспериментально опровергается элементарно. Ну, как же, в общем-то, опыты… Резерфорда. Резерфорда. Сказки. Все, он от них отказался сам. Сам отказался. Читайте его выступление 30-летней давности после того, как его зафиксировали. Так он сфальсифицировал, что ли? Да, он так и сказал, самое невероятное, что для меня оказалось, это получается, что я выстрелил 15-дюймовым снарядом в папиросный листок бумажки, снаряд от него отскочил и угодил в меня. Да, но это он говорил, что когда этот 15-дюймовый снаряд ударился в атомное ядро и отлетел к нему в ядро золота, а он стрелял этими самыми альфа-частицами. Совершенно верно. Так что это он не отказался? Отказался. Ну, где же так отказался? Значит, к тому времени Эйзерфорд не знал, что такое вакуумные течеискатели. Так. Вот вакуумными течеискателями, а газ гелий, он же альфа-частица, как сегодня признано. Ядро геи, альфа-частица, это ядро атома гелия. Ничего подобного. Ну, главное. Значит, ядра надо доказывать, а я доказываю, это элементарно просто. Вот берет, все знают тысячелетнюю историю землян, как они варят стекло. Стекло состоит из металла на 70% кремния. Ну, это вообще-то не металл как бы? Нет, кремний, чистокровный металл. Ну, у него же не металлическая связь в кристалле, у него же ковалентная. Или нет? Вот это все напридумывали ученые. Это все мы напридумывали. Это все напридумывали, да. Металл. Так вот, теперь в чем все дело? Дело все в том, что если мы берем 70 приблизительно процентов кремния металла, а если мы его берем 100%, мы его варим, плавим, вытягиваем. Знаете, есть обработка кремния до монокристалла, он все равно не прозрачен радио, он не прозрачен оптически, и он является проводником. Так вот, если мы кремний соединяем с четырьмя атомами кислорода и начинаем варить, то сразу получаем стекловидное состояние, а в природе это горный хрусталь. Он прозрачен. И он уже диэлектрик, он уже радиопрозрачен и оптически прозрачен. И никаких ядерок там нет. Но вообще кремний не металл, потому что он не обладает металлической проводимостью. Проводай полностью. А как же работают все полупроводники, если он проводимым не обладает? А там не металлическая у него проводимость. Там, значит, такая вот у нас разговор о том, что примесные проводимости. Знаете, давай так. Все эти замечательные проводники, которые у нас, вот эти карточки, по которым мы в метро ходим, там они, значит, вот лидированные чем-то. Это придумала наука. Я сделал... И на базе этой науки вот вы, инженеры и техники, создали нам вот эти кучи всяких приборов. Нет. Компьютеров, телефонов. Я сделал модель атома безъядерную. Так. Из одной элементарной частицы. И называется она всерот. У Дмитрия Ивановича Менделеева, она до Советской Академии, называлась СИКСом. Вторым атомом был водород нейтральный. И только третьим был водород тот, который сегодня считается первым. Мало того, академия... А нейтральный водород, это что он имел в виду? Аж два. Нам говорят, что это молекулы. Это нейтральный водород. Ах, вот так он. Конечно. А почему он предпоставил его перед аж-то? Аж два-то ведь тяжелее, чем аж. Нет. Плотность. Вот тут очень важный момент. Дмитрий Иванович Менделеев сам был в ошибочном мнении, когда предложил раскладывать химические элементы по атомным весам. Но атомные веса никто не взвешивал. Как можно распределить то, что ты не взвешивал? Нет, ну в то время уже существовала практика. Нет, это все было расчетно. Какое слово ученое число авагадра? Расчетное число. Ну, опять все это выдумки числа. Это вот по отношению к молеку. Почему я хотел вас вернуть к математике сначала? Так, ну давайте вернемся. Дело все в том, что вот... Так, кстати, извините, пожалуйста. Ну вот та наука, которую вы сейчас критикуете, называете зомбированием, тем не менее, она имеет массу технических приложений, да? Которые, в общем-то, нам много чего дали. Вот эти очки, например, дали, да? Инфракрасную оптику... Не, ну говорите, что же ракеты летают. Или самолеты, или корабли плавают. Я им говорю, если бы это делали академики, по своим теориям, ничего бы не полетело и ничего бы не поехало. Корабли-то, да, стали строить тогда, так сказать... Люди все делают. Люди. И вот люди, которые на законы академиков не обращают внимания, они делают то, что им надо делать. Как их научили. Это принципиально важно. А, кстати, подождите, вот наука зомбирует. Это что, какое-то задание, или просто это такая фигура речи? Сейчас я вам с этого и начну. Давайте. Вот есть учебник. Так. Правочник школьника. Первый, четвертый класс. Это единственный учебник, на котором полностью показано, как нас зомбируют по теме математики. Так, ну-ка, 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 ну-ка. В дом математики, если мы откроем, был учебник, этот, абак, счетная доска. И в древности все люди считали. Самым лучшим, самым современным абаком были счеты русов. А нам говорят, что мы научились считать у арабов, в Индии, только у русов были счеты. А все остальные народы считали на земле на камешках. Ну, это понятно. Это наше, значит, как это называется, приоритет. Да-да-да. Мы самолеты забрели и... Ну, я почему вам говорю, вот об этом идет разговор. Теперь здесь показано, как детей со школьной скамьи переводят в состояние зомби по математике. Так. Сначала учат на жучках. Один жучок, одна птичка и так далее. А потом все жучки изъяты, и люди занимаются числами. А числа считают ничего. И вот когда... Абстракция, да, число. Ой, какая прелесть. А в природе абстракции нет. Вот три пальца, еще два пальца, всего пять пальцев, да? Да. А вот интересно тоже абстракция такая. Вот, например, в корзину мы положили пять яблок, да? Да. А вот пошли там за грибами, да? Да. Пошли за грибами с пятью корзинами, значит, думаем, сейчас наберем. А медведи испугались, две корзины даже потеряли, вернулись в три корзины. Сколько мы набрали грибов? Ни одного, ноль, да? А что такое ноль? Вот два, это вот два, да? А ноль это, ну, это ваше изображение такое. Это не мое. А ноль это как, пустая корзина? Нет. А три пустых корзина это сколько? Нет, нет. Вот в этом все и дело. И вот нас со школы научили, что вот три нуля, это все равно ноль. Да, это я знаю, это такая великая абстракция. Я вообще, я студент там говорил, что это такая абстракция. Вот с чего началась математика, да. А я? Нет. Я поэтому и говорю. Вот даже американский ученый Чарльз Сейфи показал сейчас, после того, как мои работы уже опубликованы много лет назад, он все задумались, а что такое ноль. Так вот, с нулем нас опять обманули. Опять. Математики. Сводили на прогулку вокруг. Да, цели направлены. Почему? Потому что, если вы как математик, то вы должны знать двоичный счет древних русов. Ну вот древних русов счета я не знаю, как математика. Ноль. Так. Сылковый. Полушка. Четвертушка. Осьмушка. Пудовичок. Медичок. Серебрячок. Золотничок. Осьмячок. Девятичок. Десячок. Так считали наши предки. А когда нам придумал Петр Первый с Магнитским математику липовую, с этого началась подмена сознания. Фальшивая математика, да? Фальшивая математика. То есть по ней считать, только обсчитывать, да? Только обманывать и ограблять народ. Во. Надо сильно. Это совершенно точно. И поэтому нам дают таблицу. А причем во всем мире ведь этой математикой пользуются, да? Абсолютно точно. И все дурят они. Кто же это такой вот товарец этого заговора? А я же вам сказал. Нам говорят, что мы от арабов научились. А я и говорю, ну скажите, пожалуйста. Ну ладно, от кого научились. Значение ноля. Кто знает? Только у русских. Точка отсчета ноль. Мало того, ноль играет следующую роль. Перевод на следующий уровень. Через десятки. Нам только один дали в математике. Десять, нули, сто, тысячи и так далее. Но самое главное... То, что вы сказали, это называется позиционная система счисления. Да. И третье, самое главное, что ноль является определением единицы счета. Это только у русов. Поэтому ни один математик мира этого не знает. А нам навязывают ложную математику, что мы откуда-то услышали. Так вот... Нет, но вас однозначно поддерживают те, кто считает, что там Рим, построен по указанию из Москвы. Нет, это не надо. Для Москвы, я слышал. Это не вариант. Для меня это не вариант. Нет, не вариант. Это не вариант. Я такие вещи не рассматриваю. Я рассматриваю только знания. А всякую политику, я говорю... Ну, все-таки, зомбирование, обман народа, это какая-то политика, да, внешний какой-то заговор. Да, значит... Если Петр Первый нас обдурил, европейцы, ведь тоже кто-то обдурил. Конечно. А кто же, кто же? Поэтому... Просто какие-то наши хищные, жадные, да надалегкой наживы академики. Это всемирный заговор... Абсолютно правильно. Лет 400 уже работает вовсю. Абсолютно правильно. Вот вы говорили о законах Ньютона. Я всем показываю, что ни один закон Ньютона в природе не работает. Мало того, Ньютон подменил всего-навсего своими вытлотками, особенно закон всемирного тяготения, закон Архимеда. Подменил. Я не уверен, что это он сделал. Вот тут идет разговор уже заговор. Так. Что это может и не он, потому что я показываю, вы же все здравомыслящие люди, говорю. Вы технари, ну почему вы не видите того, что подводная лодка имеет три положения. У нее замкнутый объем. Но она изменяет свое положение плотностью равной воде, безразличное положение, больше плотность на дне и меньшая плотность над водой. Бывает, да. Причем тут Ньютон, когда все взаимодействия определяются плотностью. Ну нет, ну не все. Все абсолютно. Ну как же так. Ну давайте еще раз. Дальше. Когда мы говорим о конкретных взаимодействиях между на уровне любого тела, материала, то там только электрические взаимодействия, так же как между водой и воздухом. А для данного случая, для воздушных шаров и для подводных лодок работает закон Архимеда. Но нам говорят, гравитация. А никакой гравитации в природе нет. Это электромагнитное взаимодействие. Всего-то на все. Оно проверяется элементарно. Я говорю, вот вам простой пример. Земля так к Солнцу притягивается? А? Земля к Солнцу притягивается? Да, на уровне электрических полей. Полями электрических. Конечно. А что же мы как-то эти поля нашими приборами-то не чувствуем? Так специально вредительски сделаны приборы? Нет. Приборы многие сделаны вредительски. В частности, гальванометр. Я всем это показываю. Когда вам показывают вот эту волну. Я говорю, вы смотрите, вы уберите синхронизатор. У вас сразу пойдет две змейки. Это имеется в виду не гальванометр, это имеете в виду осциллограф. Осциллограф, виноват, да. В осциллографе. И вот сразу две. Но вы специально сделали для того, чтобы сделать синусоиду. Но это там, на самом деле, накладывается несколько кадров? Нет. Это вот у нас в телевидении такое тоже бывает. В электронной лучевой трубке там разъезжается изображение. Нет. Это вы так считаете. Потому что не синхронизировано изображение. Значит, одно другому, я говорю, не мешает. Так вот, когда я сделал модель атома, в модели атома сразу видно, в какой атом проводник в моей модели. В какой атом диэлектрик. В какой атом полупроводник. И поэтому... А у вас атом не из электронов состоит? У меня он состоит из электронейтральной заряда. В виде сферы называется всерот. 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 Всемурод. Да, совершенно верно. И не случайно это, потому что от наших предков эти зомбаторы не успели украсть основные понятия для жизни человека. А вот все-таки вы меня и раскройте, кто же такие эти наши зомбаторы-то в России? Все говорят, что это заговор масонов. Вот в Суане другой разговор. А то, что масоны сказали, что умными должны быть они, а всех остальных надо оглупить, и это подтверждает в ролике Грефа. Он сказал, если народ поумнеет, с ним справиться невозможно. Народ надо держать в состоянии дураков. Ну, это еще Екатерина Вторая говорила. Ну, Греф повторяю. Я думаю, народу легче управлять. Конечно. И поэтому, вот видите, вы сами уже выяснили, кто заговорщики власти. Екатерина же Вторая, она не особенно грамотная была. Ну, не надо говорить. Грамотный, чтобы одурачивать, не надо. Вот поэтому я как раз и показываю, что... Да нет, опытный обманщик, он хитер. Вот, например, Елизавета Петровна поставила своего любовника, графа Разумовского, бывшего свинопаса, руководить Академией наук. Абсолютно. И как он будет дурить нас. Ведь это любой момент, вот этот вот, и кто-то проколется. Тут достаточно одному проколоться. Эту роль надо играть всегда. А так ее играют? Я вам четко говорю, это по системе Станиславского. Правильно, так у нас и идет наук и образование. И как же не прокололся свинопас-то этот? Прокололся. У меня есть официальный документ, как Миллер пишет ему, его рукой, Миллера, прям, это снимок из архива. Миллер – это один из тогдашних наших академиков, так? Управитель как раз, а кто-то, которому... Он и пишет, рекомендации графу Разумовскому, какую историю надо сочинять для России. А, ну, это да. Все. Все. И то же самое с математикой, и с физикой, и с химией. Это стопроцентная... Ну, эту историю-то у нас очень любят. Так, вот какой-то вот один из моих невидимых мне собеседников в интернете, он, значит, говорил, что вот нельзя правду говорить про нашу историю. У нас же никто тогда жить не останется в России. Ну, говорит, ну, что это такое, что это у вас за такое русофобство? Нет, нет. Что у нас только жить можно, только если обдурить человека, да? Ну, вот, видимо, и тогда так же было. Ну, вот, теперь, чтобы самое простое было и легко, нам в сегодняшний день подменяют, ну, простейший вариант, таблицу умножения на таблицу суммирования. А таблицу умножения никто и не видел. То есть 7 и 8, 56 – это как, правда ли, вранье? Это сумма. Сумма 7 раз 8? Конечно. Вот она. Я ее специально принес. Вот она. Вот она намотана. Вот сумма, пожалуйста. А вот то же самое для двушек. И там показано, что если единица умножить 10 раз, будет единица, а просуммировать 10 раз, будет 10. Точно так же при двойках. Двойку просуммировать 10 раз будет 20, а умножить 1024. То есть килобайт. И это вот все двоичный счет древних русов. И вот эти важные моменты нам сегодня... Ну, это вы, может, по-моему, с таблицей умножения чуть-чуть заиграете. Да-да-да. Вот я уже подаю в суд на Академию наук. Так. И с таблицей умножения? Собираем бумаги. Да, собираем бумаги. А вот моя периодическая система. Резонансное будет дело там. Да. Вот моя периодическая... Русская православная элементарная система единства периодичности электроатома Вселенной. Да. Авторство 1997 года. Опубликовано. Авторство немножко раньше, но опубликовано было, да. И вот система, которая показывает двоичный счет, модель русской матрешки, материалы, которые под... Инертные газы. Вот здесь все это в разрезе. Вот это все в объеме. И все в счете идет. Каждый атом считается по этой формуле. И вся периодическая система обсчитывается тоже по этой формуле. И что, например, можно из нее найти, в смысле, химических свойств? Все найдете. Я пока как раз и покажу. А атомные веса не существуют? Например, инертные газы, я могу объяснить, вот они, видите, да? Почему они прозрачны, почему они светятся, и почему они диэлектрики? Сразу видно. А что они химически не реагируют или как химические реакции тоже не наши? При нормальных условиях они ни в какие реакции не вступают, только потому, что у них нет линии проводимости вот этой. Она у них разорвана. Вот, кстати говоря, это интересная модель, на мой так вкус, да? Прикольная, как сказали бы современные молодежь. Но и прежняя модель вот этих электронных оболочек, она, в принципе, меня тоже более-менее устраивает. Нет. Тем более, что и всякие химические реакции делают, и даже можно вот с помощью тех моделей, которые есть, атомов, ортодоксальных, да, в отношении вашей теории, их не с их помощью рассчитывают, скажем так, свойства атомов, свойства молекул сложных, да? Нет. И более того, строят, ну, всякие там сложные молекулы, которые как лекарственные препараты исследуют. Нет, не с их помощью. Они строят с помощью экспериментов. Нет, модели. А по-своему трактуют. На компьютерах моделируют. Ну, так вот. А потом и смоделированную модель уже они выбирают нужную, потому что все это не перепробуешь, не перельешь. А на компьютере, что, один и тот же компьютер, ничего, мыть посуду не надо. Ну, вот я вам привожу вам простой пример. Тем не менее, получается. Вот привожу вам простой пример с аккумулятором. Нет, ну, вот, кстати, вот мой пример опровергает вашу концепцию о том, что современная химия ни на что не годна. Химия нет. Я не спорю, что ваша тоже что-то такое интересное. Наука такова, что она на самом деле, я с вами совершенно согласен, она, ну, не есть тождество природы своему объекту. Вот это главное. Понятное дело, нет, а только описание ее. Предположение. Ньютон полагал, из его законов следовало, что планета движется вокруг Солнца по эллипсу, да, оказалось, что не совсем, да, они такой вот розеточки движутся, и постоянно большая полуось эллипса вращается, потому что, оказывается, скорость распространения вот той силы, которую мы-то называем гравитацией, да, она ограничена скоростью света, и поэтому вот... А скорость света равна нулю. Ой-ой-ой, как круто-то. Это элементарно проверяется. Спичкой сейчас вам показываю, беру, хожу со спичкой, свет вожу я. А камера снимает только точку светящуюся. Свет никуда не бежит. Нет, свет, который доходит. Не бежит. Это я уже... Нет, это вам кажется. Это вы уже занимаетесь софистикой. Это опыт, который в Ютубе два года уже каждый знает, что свет никуда не бежит. Может быть, он каждый знает, но свет распространяется... Вот радиосигнал, например, распространяется от Земли. Радио, а не свет. То, о чем вы говорите. Вспышка света распространяется от Земли до Луны. Не путайте. Лазерная локация. Лазер – это прибор, не путайте. Вы все на свете пытаетесь перепутать. Нет, нет, нет. Так вот тогда... Ну, наверное, я, наверное, участник того заговору, потому что я с этого запаху. Да нет, ну... Ну, честно говоря, я, может, сам того не знаю. Вот другой разговор. Вы пока в это не верите. Так сказать, пехотинец этого заговора. Вот вы только что хорошо сказали, вас устраивает и табличка, и умножение, суммирование. Только как работаем чего-то даже. Даже можешь бухгалтерским учетом заниматься, и наживать с помощью... Поэтому я и говорю, если вы не будете проверять самостоятельно, с претензией к себе... А я всем говорю, вы сначала проверьте, что вы даете преподавателям, детям, студентам. И когда человек начинает к себе серьезно относиться, он начинает думать. Вот у нас время, к сожалению, подошло к концу. Да. Вот спасибо вам большое за то, что к нам пришли и поговорили. Публике наше спасибо, как всегда, за внимание. И вообще, после сегодняшнего разговора у меня такой вот заряд хорошего настроения, такая свежесть необыкновенная на меня повеяла. Была такая вот первозданная чистота, незамусоренность, так сказать, излишним вот... Незашоренность, да? Вот это вот, кстати говоря, первый этап вот всяких вот великих открытий, да? Потому что вот как бы отрицается все прошлое, что было. И вот на ровном месте строится что-то новое, может быть, что-то может получиться. Да, вот имейте в виду. Мне сегодня очень понравился разговор. Удачи вам, всех благ. Продолжение следует...